Всем привет! Сегодня очередной обзор игровой телевизионной приставки. Как видите, это 8-битная приставка Dendy Junior 2. По сути дела, относительно современный клон культовой консоли из 90-х годов. Вся информация здесь присутствует на коробке, но серьезно на сегодняшний день к ней относиться уже нельзя. Все-таки это дань 90-м, это именно рекламная вещь. То есть, как видите, здесь написано, что большой ассортимент постоянно обновляемых игр, разнообразимых жанров. Там высокое качество изображения, хотя указано, что разрешение экрана вот в режиме NTSC 256 на 224, либо 256 на 239 в режиме PAL. Ну и одновременное количество цветов на экране здесь 16. Вот. Соответственно, там супер память по нынешним временам, да, это вот оперативной памяти там 2 килобайта, конечно, очень много, но все-таки это нужно делать скидку на то, что это все-таки культовая консоль, именно та, которая была популярна когда-то в 90-е. Ну и опять же, если ее подключать к современному телевизору, особенно очень большой диагонали, там порядка 40 дюймов, то я думаю, что изображение вас не порадует, потому что вы будете сравнивать его с тем, что вы видите сейчас на дисковых приставках, да, даже на экранах ваших сотовых телефонов. То есть, здесь все как было в 90-е, так и осталось. То есть, по сути дела, эти все приставки, это, ну так, утолить ностальгию, можно так сказать. Ну, давайте посмотрим, что входит в комплект. Стандартный комплект поставки включает в себя игровую консоль, два стандартных геймпада квадратных, еще их называли турбо-джойстиками, и даже на коробке имеется такая надпись турбо-джойстики, потому что есть кнопочки турбо у них сверху. Присутствует RCA-кабель для подключения к телевизору, ну и можно отметить, что практически все вот эти вот, я бы так сказал, осовремененные приставки 8-битные, они все подключаются именно по низкой частоте, именно с помощью RCA-разъемов. То есть, ни о каком подключении через антенный вход на сегодня уже речи не идет. Еще в комплектации, конечно же, присутствует блок питания, он опять же такой универсальный, 5-вольтовый на сегодняшний день, и есть, кроме того, инструкция и гарантийный талончик. Данная версия консоли является, как бы, урезанной в плане комплектации, то есть, обычно еще в полной версии комплектации еще входит пистолет, но поскольку пистолет не работает на световой пистолет, но поскольку он не работает на современных ЖК-телевизорах, ну и также на плазменных панелях, вот, поэтому, в принципе, его наличие и отсутствие роли большой не играет, если только вы не собираетесь использовать кинескопный телевизор. Корпус консоли здесь классический такой, квадратный, сверху у нас есть слот под картридж стандартный, есть вот этот рычаг, который когда-то позволял извлекать картридж из консоли, но на сегодняшний день я бы особо не рекомендовал им пользоваться, все-таки это так, дань просто внешнего вида и лучше просто им, ну, картридж вынимать просто руками, чтобы не выломать вот этот вот рычаг. Имеется кнопка Reset, есть переключатель, который для включения-выключения питания консоли. На переднем торце располагаются два порта под геймпады, данная версия имеет так называемые узкие разъемы, то есть 9-пиновые, бывают еще версии с широкими разъемами, 15-пиновыми. Вот. Соответственно, к этой приставке подходят любые джойстики для Денди, любые 8-битные джойстики, но с узким разъемом. В середине здесь под заглушкой находится 15-пиновый разъем для подключения пистолета. Ну, это вот такая версия корпуса приставки. Значит, на заднем торце имеется гнездо для подключения сетевого адаптера и есть RCA разъемы. Желтый это видео, белый это звук. Имеется также разъем, который обозначен вот здесь маркировкой RF-switch, то есть как бы высокочастотный выход. В данной версии консоли он не задействован. Ну, а сейчас давайте подключим приставку к телевизору и посмотрим на те игрушки, которые уже у нее в памяти находятся. То есть практически большинство современных версий игровых консолей, как 8-битных, так и 16-битных, они имеют на своем борту уже какое-то количество встроенных игр. Вот. Вот в данной версии консоли, как видите, указано на коробке, здесь 300 встроенных игр. Причем это именно оригинальных игрушек, то есть повторов среди них нет. Единственное, что можно заметить еще, то, что среди этих 300 игр, порядка 20 игр, которые находятся в конце списка, они предназначены для светового пистолета. Если включить приставку без картриджа, то на экране вы увидите список встроенных игр. Если же, допустим, установить картридж, что я сейчас и делаю, и включить приставку, то сразу же начинает работать картридж. То есть так делают, вернее, так себя ведут все консоли, у которых есть предустановленные игрушки. Давайте обратим внимание на список игр и поищем среди них наиболее популярные. Есть они тут или нет, я вам сейчас покажу. То есть, ну вот здесь вот сразу же идет Эдвин Чайланд, две части. Это мальчишка такой на скейте по островам ездит и выручает свою невесту. Вообще, у этой игры четыре части, но две здесь предустановлены. Так, Эдвин Чайланд. Обе части здесь есть Аладдин. Аладдин здесь, сразу же скажу, это не тот Аладдин, который бы вы наверняка ожидали увидеть. Как видите, это вот такой вот Аладдин, который на картриджах он называется Аладдин 3, то есть просто леталка-стрелялка такая на ковре-самолете. Вот. Классического Аладдина здесь нет, к сожалению. Есть Чужие 3, Эдвин 3, Арктик или Антарктик Эдвин Чайланд есть, Арканоид присутствует. Это тоже очень популярная игрушка, довольно завлекательная и увлекательная. Ну, на двоих она играется по очереди. Если бы это было на одном экране вдвоем, было бы, наверное, интереснее, но в плане привлекательности даже на одного эта игра, в общем-то, довольно увлекательная. Здесь всякие призы выпадают, которые надо ловить и не давать упасть этому шарику. Вот видите, замедленное движение стало, то есть приз поймался. В общем, такая вот тоже очень популярная игра. Причем нужно учитывать, что в то время, когда появилась Дэнди у нас в стране, ничего подобного вообще не было. То есть были там различные игрушки, где две палочки изображали ворота, а шарик квадратный бегал такой беленький по телевизору в черно-белом виде. То есть ни о каких таких бегающих героях речи не шло. Так, следующее, назад в будущее есть. Баунфайт, замечательная игрушка на двоих, тоже очень популярная. Бэтмен здесь в обе части есть, присутствует. Так, Батл Сити, мимо этой игры пройти невозможно. Это не что иное, как знаменитые танчики. То есть две игры у всех на слуху. Это танчики и Super Mario Bros. Несмотря на то, что, ну, кроме, допустим, тех же самых Батл Сити, тех же самых танчиков, была такая и есть в этой приставке такая игра, как Танк 90. Это я вам покажу. Это более продвинутая, ну, на мой взгляд, более интересная версия танчиков. Ну, у всех на слуху вот эта вот версия. Ну, в принципе, можно сравнить даже с тем, что Super Mario Bros. является самой популярной, а по интересу, по геймплею, наверное, интереснее было бы... Сейчас вернусь на Батл Сити. Интереснее было бы, наверное, Mario 2 или Mario 3. Вот. Дальше. Идем. Бомбермен. Замечательная игра. Единственное, что вот этот вот Бомбермен, первая часть здесь присутствует, была еще в свое время вторая часть. Она как бы позволяла играть вдвоем. Ну, также Бомбермен и есть Сеговский вариант, нечто подобное на эту игру. Там тоже можно вдвоем играть. Ну, такая вот популярнейшая игра. Несмотря на, как бы, старую-старую графику, все-таки геймплей никто не отменял. И именно поэтому у людей возникает ностальгия по приставкам Дэнди, потому что там великие игрушки были сделаны. Так, Бомбермен был. Брюс Ли. Бугимэн. Ну, это клон Сеговской игры. Ее на Дэнди, в общем-то, и не было. Это просто какой-то хак. Так, пузырики популярные тоже игрушка. Это баба. Капитан Америка, Капитан Планет, Капитан Субаза. Костливания присутствует здесь. Блодранер. Здесь вон Чемпионшип. Блодранер. Не знаю, почему Чемпионшип, но... Чуть другие уровни прорисованы просто, чуть по-другому. Че-Че-Че-Че-Кью, это гонки. Ну, Чип и Дэйл тоже очень популярны. Их здесь, кстати, видите, обе части. И Чип и Дэйл есть. Первый, второй. Еще под ними, видите, Цирк Чарли тоже. Те, кто играл в Дэнди, только эти игры и спрашивают. Потому что это действительно такие хитовые вещи. Ну, есть быстрое перелистывание, но никакого поиска по названию нет. Поэтому приходится возвращаться и продолжать уже опять просматривать. Контрафорс. Это третья часть игры Контрафорса. Чёрный плащ игра тоже знаменитая. Донг и Конг. Это классика на Дэнди. Дабл Драгон. Здесь все четыре части этих уличных драг присутствуют. Ну, и игрушка Доктор Марио, которая чем-то напоминает знаменитый Тетрис. Только здесь вот лекарства складываемые или витаминки, как там. Вот таким образом продолжается эта игра. Следующая страничка. Здесь игра 111. Это гонки на мотоциклах Мотокросс. Формула-1, как видите, присутствует. Ну, Кот Феликс. Вторая часть – это несколько не тот классический Кот Феликс. К сожалению, классического Кота Феликса здесь нет. Феррари – одна из лучших гонок на Дэнди. Ну, общепризнанно так просто. Флинстоны в обе части есть. Галаксиан. Космическая стрелялка. Также есть Градиус. Тоже это такая вот популярная игрушка. Согласитесь, чем-то напоминает игру того Аладдина, третьего, который здесь предустановлен. Динозврат. Все игры, как видите, расположены по алфавиту, поэтому искать и возвращаться довольно легко. Один Дома-2, номер 152. Айсклимбор – популярнейшая игрушка. Ну, дживелири – это типа Тетриса. Червяк Джим – это тоже нечто клонированное. Под Сегу сделано, да. Книга джунглей, каратэ. Король Лев – классическая игра. Выходила и на Сегу, и на Дэнди. Лунар Пул – это один из вариантов бильярда. Марио Бразерс – это первая часть Марио, но самый популярный – это Супер Марио Бразерс, поэтому он будет нам буковку С. Под ним находится Марио Миссинг, тоже популярная игрушка. Пакмон, номер 181. Для тех, кто забыл, это вот такая вот игра. Нужно съесть, так сказать, вот эти вот все белые точечки и не встретиться с осьминогами. Пока они синие, на них можно напасть. Также всякие призы выпадают, то есть часами в свое время игралось в эту игру. Так, Низи, следующие тоже вот эти две, Кендон. Черепашки Ниндзя, все части здесь присутствуют. Первая часть – это на одного бегалка, вторая, третья – это на двоих игра, причем третья – это проект Манхэттен, самая популярная. И дальше идет Черепашки Ниндзя – турнир бойцов, это в стиле Мортал Комбота. Ну, там очередные Наци Милк, очередные вариации Пакмон. Папай, Пауэр Блэйд, футбол есть. Рыбокоп, две части здесь есть, Род Файтер, Род Бластер, Роккин Кэтс – замечательная популярная игрушка. Ну и Сайд Плокет – это, пожалуй, самый лучший симулятор бильярда на Денди и на Сеги, то есть. Вот такая вот игрушка. Возвращаемся к списку. Silkworm, Sky Destroyer – тоже такие деталки, вертолеты, самолеты. Spy Hunter, гонки, вид сверху, различные препятствия, там машинка едет, стреляет. Ну и вот он, этот знаменитый Super Mario Bros. под номером 247. Ну, видите, какое изображение, то есть здесь герой едва различим, что это кто-то там в кепке, но поверьте, что если бы был кинескопный телевизор, выглядел бы все это гораздо лучше. вернемся назад. Ну, это вот продвинутые танчики, танк 95 здесь, ну, он же танк 1990. Есть теннис, терминатор две части, ну, знаменитый Тетрис, пожалуй, нет такого человека, кто не знает этой игры. ну, и вот 257, Тин-Тун, Эдвинчи. Это игра, которая тоже имеет такую же популярность, как и Super Mario Bros. Ну, и сам процесс игры, видите, очень напоминает игру Super Mario. Том и Джерри, следующие хорошие игрушки. Ну, и больше, я бы так сказал, таких игр, которые можно назвать, что это был хит всех временных народов на Денде, здесь не представлено. И дальше пошли, вот видите, вот это вот все, это пошло уже, пошли уже игрушки под пистолет. Среди них, как видите, есть вот и Duck Hunt, это утки, Hogan's Alley, ну, из таких вот. И еще Wild Gunman, там есть игра такая, ну, вот, а остальное все это такие переделки, доделки, доработки, китайские клоны. Сейчас включим игру Edwin Challenge. Ну, пожалуй, на этом можно и остановить данный обзор. Я показывал вам приставку, которая называется Dendy Junior 2, и она уже со встроенными игрушками, там 300 встроенных игр классического вида, с двумя джойстиками в комплекте, то есть, что называется, прямо из коробки, купили, приносите домой и играете. Если вы являетесь жителем города Санкт-Петербург или его ближайших пригородов, то, пожалуйста, приходите к нам в магазин, он находится на Ириновском проспекте. Работаем мы каждый день, и все эти игровые консоли, которые вы видите в обзорах, или вообще весь товар из наших обзоров, из нашего видеоканала, он присутствует у нас в магазине, то есть, можно прийти, как говорится, ознакомиться воочию. Всех остальных приглашаю подписываться на наш видеоканал, заходите к нам на сайт. До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова